Как-то растянулись сильно? Ещё? Умолите святых Отец наших, Господи Иисусе, Христественный Божий, помилуй нас. Идят нищие насытятся, и восвалят Господа, взыскающего жива будусть сердца их век в веке. Слава Отцу Иисусе и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ты не смотри сюда под руку. Я сколько раз говорил. Вперёд. За молитву причистоти Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христественный Божий, помилуй нас. Аминь. Я уже милый сегодня и грешил. Создал мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Я вам говорил об этом уже, что Лев Толстой говорил, что 80 лет уже ему, он говорит, половину, что во мне есть, я получил до 4-летнего возраста. И вот он сейчас стоит, Коля, а как он из-под руки, и заглядывает назад, кланяется и смотрит. У него уже голова по-другому не будет. Я стою рядом, не делай. Минута, опять то же самое. Ну, вы же видели, что шея свернулась уже. Он всё время кланяется и вот так вот, и туда смотрит. Он ничего уже не может сделать с собой, а воли никакой нету. Самое ценное, наша мать понимала, говорит, это молиться и с детьми водиться. Она говорила, с детьми. Вот после обеда, маленький такой, прошёл как бы дождь, и замкнуло где-то, говорят, провода тут, деревья там, ветки, и света не было. Сейчас есть? Да. Всё дали. И поэтому пошли смотреть, где замкнуло. В одном месте нашли, а мы нашли ещё в трёх местах. Ну и поэтому утащили лестницу туда, и Володя лазил, и пилили, и пили, и вот что привезли. Надежда Васильевна просит на веники. Смотрите, не доходя до Глушковых, как ради, мы там вот такая куча, но на них серёжки, их обрывать руками надо. А вот это мы набрали без серёжек. Если Бог благословит, завтра буду вязать веники. Кто желает, можете себе веники завязать. Я покажу, как делать, чтобы завязка не соскакивала. Даром. А это же деньги тоже. Люди продают у нас. Едешь дорогой, и на остановках продают. Как у Вас работа? А где Виктор Николаевич-то? Он не придёт. Не придёт? А Сергей? Сергей тоже. Он не дояна остались. Как, Никита? Хорошо. Хорошо. Ну всё, вопросов нет. Вы музыканты, как у Вас дела? Хорошо. Всё нормально? Да. Не очень. Лиза, тебя там как, принимают? Да. Сегодня просто не было света. Там не было электричества, а у них электрическое пианино. А ты Лиза? Ну и мы пошли в школу. Понятно. Я хочу спросить, вот когда Вы играете, заканчиваете, какое у Вас настроение в душе? Когда как? Ну, какое удовлетворение или нет? Когда человек поёт песню, он спел и довольный, весёлый, он выполнил, как будто бы порученное ему, донёс для людей сведения. Вы играете сложные вещи. От них Вы испытываете внутреннее удовольствие? Или только как бы не ошибитесь, куда пальчик поставить? Я начинаю спрашивать, такую песню можешь сыграть? Нет. Такую нет. Ну, любой парень играет. А ты даже Ваня, дробот, сыграл тут на сопках Маньчжури. Я спрашиваю, не могут, почему, трудно это или зазирают? Я не знаю, какая причина. Популярные песни, я гляжу, вот выступает «Видемщик, не гони лошадей». Там такой оркестр, там 20 скрипок, там играет не на пианино, а рояль там огромный. Трубы разные, там такой оркестр. Значит, это не запрещено? У меня племянник, и они двое заканчивали Гнестинское училище, это известное в Москве. Ну, поехали в Америку, там остались, и там преподают и прочее. Но они всякие песнопения там извещают. И на пустом вечере там Клюева других, это не классика. Почему нельзя туда включить-то такое? Притом ноты есть эти. День Победы, вот у нас приезжала одна сепарки, и она День Победы, она играет и все пели. Я ей спрашиваю, что это запрещено, или это считается настолько слабо, что разложит главное то, что есть. Не учили просто. А? Не учили. Не учили. На самой-то неужели не хочется? Такие вещи сложные. Играйте, а песню спрашиваю одну, другую, третью, ни одной не может играть. Любой гармонист на свадьбе где угодно, он желаемый человек. Он играет. Играет, и народ играет, и поет, пляшет, там что по-своему. Я не говорю, что надо плясать, но все-таки. И люди чувствуют удовлетворение, что вот знакомый это, и он как бы соучаствует в этом. А эта игра, никто не может соучаствовать-то. Ну, может кто-то там, который писал, и тот-то играл. Мне вспоминается, когда мы пришли и говорят, письмо надо написать. Он говорит, а я не могу, нога болит. Да при чем тут нога-то? Я, говорит, письмо сам отнесу. Это время такое было. Он говорит, нет, я напишу, никто не просчитает. Мне самому надо идти и считать. Так и музыкант. Я играю, объяснять буду только я сам. Так, вопросов нет? Нет. До стол. Точки! 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 Здоровья, успокойся. Успокойся. Точки, тросочки. Наташа, принеси, пожалуйста, зелень. Не надо, не надо, не надо. Точнее, не надо. Как прошло, не надо. Как прошло, не надо. Давай, ходи, дальше. Спасибо, что вы все спите. Тихо, разговоры прийти. Я ничего не могу, а у меня тоже мало. Может, ее обрезать, потому что и так, и нельзя зайти, и здесь нельзя. Потихоньку проходи. Одно-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Это проще всего. Ты что, когда вывезли? Благословите. Наоборот, зря бы на нежосину сделал. Там не пройдешь. Помимо ли, посолки. Помимо ли. Посказывай. Спасибо большое. Суши, пешку. Наоборот, не решать. Коллеги редко, не будет. Они еще сгодятся. А можно это сделать? Штуки, яなら нажимаю. Сейчас мы тебе продим. У нас не продито. Яcra. Всем не общения. Соряга. Кому хлеба? Кто просил?